всем здравствуйте дорогие друзья с вами ака марачи и в этом видео пойдет речь о наживочных наборах и его фарме различные наживки которые у нас встречаются в нашей любимой рыбалки world of fishers многие люди знают что можно зайти на форум зайти в тему и прочитать где какая наживка фармится ловится и никаких проблем нет обычно новички сталкиваются с различными такими проблемами и вопросами где какую наживку фармить и не понимают где это можно найти на форуме или не хотят искать или лень читать поэтому это видео специально для них а для тех кто все знает вам принципе будет неинтересно итак давайте же начнем с мясо рыба мясо рыба где его можно на фармить внизу экрана я буду писать где ловится какая рыба место наживка глубина все это буду прописывать внизу экрана и так мы будем с вами ловить на озере будем ловить плотву на сало и будет у нас все хорошо во первых мы с вами переходим на озеро так секунду вот переходим на озеро буду все вам показывать на озеро мечты локацию перешли выбираем снасть ставим глубину 4 4 6 но не ниже 4 6 можно больше но не ниже применяем и ставим сало благо эта наживка стоит у нас копейки сейчас я вам покажу вот она вообще ничего не стоит я мы понятно вообще ерунда ничего не стоит все закидываем и наслаждаемся фармом плотвы не знаю как еще это назвать ловим любимую плотву фармим себе наживку и радуемся сейчас я вам покажу чтобы не быть голословным что плотвичка у нас ловится все замечательно ее можно разделывать естественно ловится без прилова то есть вы посидели поймали 300 рыб 300 кусочков мяса сделали но это конечно такое нудное занятие но она вам пригодится вот поверьте моим словам мне вот уже нужно заниматься эти этим нудным занятием хотя только 20 все плотвичка наживочка мясо рыбки готова это чтобы делать эту наживку вам не нужно покупать никакой набор у вас есть уже первый наживочный работ набор если вы только что зашли зарегистрироваться в игре все остальное нужно купить набор номер три это у нас идет филе рака филе рака но интересная наживка и она действительно нужно сейчас что мы делаем нам нужно перейти тоже на озере красивое место перри период это что ж такое переходим на красивое место перешли нам нужно теперь мясо midi заходим и смотрим мясо midi вот наше мясо midi 85 за 10 штучек то есть если соточка это будет 850 но знаете если нам нужно оформить наживку то меньше сотки покупать смысла нет это мое личное мнение там смотрите может быть можете купить 20 30 по деньгам как хотите ловится со дна закидываем в одно место если у вас удочка не нужно печалиться но у нас глубина больше поэтому вот мы 295 и сидим ждем это первый вариант мы будем с нами ловить рака речного он ловится у нас днем этот рачок сейчас мы его выловим с вами и потом второй вариант я вам покажу уже рака длиннопалого на жука чтобы все понимали эту информацию я беру вот именно вот по наживкам я взял с форма но взял это специально для новичков или для тех людей которые не хотят читать не хотят искать а могут просто зайти посмотреть видео вот рак речной наживка блин паук не не показала но я думаю вы поняли что наживка как бы сделалась из рака речного все теперь рак длиннопалый телепортируемся с вами на озеро мечты там где мы и были так же все со дна только нам уже нужен жук ну ночью как бы ночь нужно ждать сейчас не знаю поймается не поймается но по крайней мере попробуем ой зачем я его собираюсь покупать у меня что-то есть сейчас жук тоже со дна да видите на вашу наживку не будет клевать но ночью будет клевать все ловится и вы сможете фармить дальше здесь ухты крутяк ловить здесь филе рака теперь переходим к 3 наживки это мелкая рыбка тоже интересная наживочка очень такая знаете которая требуется много где мы переходим на красивое место чтобы ловить эту наживочку здесь и что мы здесь и здесь я помню меня поправили в одном из видео что я очень плохо выражаюсь ну простите я живу на границе с украиной всю жизнь поэтому да я могу так выражаться тем более ей парень деревенский мякиш хлеба отвлекся мякиш хлеба мы берем и ставим глубину 0 4 все у нас все с вами великолепно дождик молния сверкает а мы на рыбалке крутяк хотя помню как-то один раз попал в дождь на рыбалку и рыба клевала просто изумительно ну я я не в грозу попал а именно вот такой знаете областной дождь который вот идет 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 он не сильно он такой чуть чуть сильнее чем грибной дождик я конечно там промокут вообще вот до нитки промок но было круто я много рыбы тогда наловил тогда и плотвички наловила карася наловил то есть рыбалка тогда удалось а я думал что в дождь рыба вообще клевать не будет но я заблуждался клюет итак по клевочкам идет уклеечка уклейка обыкновенная она ловится здесь и зачетная тоже на мякиш хлеба и ловится нормально поэтому можете ловить мелкая рыбка все вот эти вот рыбки они ловятся рыбки лай раки они ловятся без прилова поэтому вы можете смело приходить на эти места и ловить себе фармить наживку которую вы хотите можете 500 рыбки на фармить 500 того 500 этого но естественно по деньгам вы немножечко просядете ну уж и выбирать не приходится либо фармим донатную наживку сами сами либо покупаем ее за за золото если у вас очень много денег на этом у меня все в этом видео я показал вам три наживки следующих буду показывать другие всем спасибо за внимание вам отличного фарма наживок не хвостань чешуи и огромных трофеев всем пока лайк и подписаться не забудь